Это программа День с толком в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. В Барнауле скоро появится два новых трамвайных кольца по обе стороны моста на новом рынке. Когда ждать масштабного ремонта и к чему готовиться горожанам? В Барнауле открыли сезон речной навигации. Куда по обе уходят суда и когда пойдут пассажирские рейсы? Одним салютом больше. 1 мая в Барнауле отметят фейерверком. Почему традиционный день шествий превратился в фееричный праздник и где можно отдохнуть в день труда? Строительство разворотного кольца в районе нового рынка Барнаула начнется после майских праздников. Все это часть масштабных работ по реконструкции путепровода. Самое главное, что волнует барнаульцев, ремонт изменит привычную схему движения транспорта. К чему нужно быть готовым, расскажем в сюжете. Ремонт моста на новом рынке это то, что всем барнаульцам нужно будет пережить. Путепровод давно признан аварийным и требует замены. Новый мост, который появится здесь к ноябрю 2023 года, запроектирован на 100 лет вперед. Реконструкция позволит увеличить количество полос с 4 до 6. Впереди масштабные работы. 28 апреля здесь начнут устанавливать дорожные знаки, а уже 10 мая стартует строительство разворотного трамвайного кольца на новом рынке. Будет перекрыт проспект Ленина в районе улицы Пионер с заходом на вот эту площадку, где мы находимся. По сути, кольцо разместится вот здесь. То есть 10 мая движение из города в сторону космонавтов по проспекту Ленина и по путепроводу будет закрыта. Также не будет обеспечено движение по улице Пионеров в сторону Новоуголя. Что важно, на этот период мы закрываем одну полосу путепровода из города, четная сторона, а нечетную сторону сохраняем для движения. На это понадобится две недели. Следующий шаг – строительство кольца у дома быта. А уже с 25 мая движение по мосту полностью закроют. На проспектах Ленина, строителей Калинина появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Ремонт будет проходить почти в круглосуточном режиме, но, как заверяет подрядчик, самые шумные работы придутся на дневное время. В целом на ремонт выделено более 2 миллиардов рублей. И пока исполнитель не видит каких-то экономических рисков, в том числе и по поставкам материалов. Деньги целевые, деньги никуда потеряться, скажем так, не могут. Поэтому наоборот более, скажем, гарантированный объект, нежели какие-то другие. Пока мы видим, что цены на материалы стабилизированы. Но мы как начинали оценивать при этапе торгов, да, то есть объект, пока часть даже материалов немножко там, арматура чуть даже подешевела, да, с того момента. Добавим, что пешеходное движение на этом участке сохранится. Для этого организуют обход. В целом новая система движения ориентирована на то, чтобы горожане пересаживались на общественный транспорт. Ведь в среднем владельцам авто в час пик придется добираться на работу, возможно, на час дольше. Как теперь будет организовано движение транспорта, можно увидеть на сайте мэрии, а также в телеграм. Сегодня у путепровода появился свой канал МОСТ. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. И сегодня же на Айби открыли сезон речной навигации. Правда, пока перевозят только грузы. Пассажирский рейс от Барнаульского речного вокзала стартует 30 апреля. Куда уходят и что перевозят суда, а также что нового в отрасли узнавала Аннара Шагирова. Грузовые суда после зимней спячки постепенно покидают гавань. Сегодня четыре состава выходят на воду вечером для поставки стройматериалов. В основном это щебень и песок. Обь в прямом смысле связывает Барнаул с местами добычи этих ископаемых, что в Бийском и Каменском районах. Перевозка таких огромных грузов по суше плохо сказывается на алтайских трассах. Поэтому у речной отрасли нужно взять курс на развитие, уверены специалисты. С 1992 по 2013 год практически ничего не делалось, скажу так, только поддерживалось то, что есть. На сегодняшний день на базе нашего района водных путей имеем пять земснарядов. В советское время их было 13 земснарядов. То есть планомерно вся техника была, ну 50 процентов, грубо говоря, даже больше 50 процентов, утилизировано на гвозди. Поэтому у нас стояла задача восстановить то, что есть. Ключевую роль в восстановлении отрасли сегодня играет соглашение 2015 года между правительством края, администрацией обского бассейна и грузоотправителями. С того момента флот вновь обратил на себя внимание. Его начали ремонтировать и по сей день для подхода судов продолжают осваивать необустроенные площадки. В скором времени приобретут еще одно судно стоимостью в миллиард рублей. А вот по части речного туризма пока совсем все не радужно. У нас теплоходы все серии марок типов 80-х годов. Они проходят через определенные фильтры технического состояния. Это регистр внутреннего водного транспорта, проверяет санэпиднадзор, различные службы. Ну, соответственно, сохраняется пока тот флот, который есть. Приобретать новый теплоход перевозчикам невыгодно. Даже несмотря на то, что ежегодно по воде перевозят более 170 тысяч пассажиров, затраты, считают чиновники, себя не оправдают. Да, и пока что из Барнаула, что претендует на звание туристического, можно уплыть разве что в «Бобровку» и «Расказиху». Анна Рашигирова, Алексей Фризин. День с толком. На Алтае проживает 6 миллиардеров и больше 13 тысяч миллионеров. Таковы данные декларационной кампании, которая завершится через неделю, 4 мая. В региональном управлении налоговой службы напомнили, что жители края сейчас должны подать декларации о доходах, полученных в прошлом году. Отчитаться обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также физлицы, получившие доходы от продажи имущества. Однако в отношении последней категории есть исключения. Так, если размер дохода от продажи гаража, погреба или машины не превышает 250 тысяч рублей, то декларировать его не нужно. Не нужно отчитываться и о продаже недвижимости стоимостью до 1 миллиона рублей. Но если квартира или земля превысила сумму с шестью нолями, то налоговики советуют не затягивать с подачи деклараций. Во-первых, это грозит штрафом, а во-вторых, специалисты могут насчитать гораздо больше налог. Дело в том, что при самостоятельном декларировании плательщик сам рассчитывает доход с учетом имеющихся расходов. Налоговые органы расходы не учитывают. Покупали квартиру за 5 миллионов, продаете за 6. Если вы сами продекларируете, у вас будет к налогообложению всего лишь 1 миллион рублей. Если же мы начнем, даже просто будем считать, что кадастровая стоимость равна рыночной 6 миллионов рублей, мы дадим всего лишь вычет 1 миллион. Мы расходы не видим 5 миллионов по покупке этой квартиры плательщика. И у него уже под налогообложение пойдет практически 5 миллионов. На Барновойских предприятиях продолжается мобильная диспансеризация сотрудников. Их обследуют по федеральной программе укрепления общественного здоровья нацпроекта «Демография». На этот раз проверить здоровье своих работников решили в Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения. Проверить здоровье сотрудников без отрыва от их работы. Такой возможностью уже воспользовались некоторые предприятия края. Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения не стал исключением. Работодатель принимает такое решение о необходимости регулярного обследования. И заключается соглашение. И в рамках данного соглашения воля работодателя со стороны Министерства здравоохранения, Центр общественного здоровья и, конечно, сотрудники предприятия участвуют в этом процессе. К слову, для института мобильный формат диагностики сотрудников не в новинку. В прошлом году, благодаря решению руководства, им провели комплексное обследование. В этом организация вновь подошла к вопросу ответственно. Преимуществом этого обследования является, первое, то, что оно проходит без отрыва от производства, а второе, то, что оно является абсолютно бесплатным для каждого нашего сотрудника. Естественно, предприятие очень заинтересовано в том, чтобы каждый сотрудник был абсолютно здоровый и с удовольствием ходил на работу. На предприятии работают порядка 250 человек. Каждого сотрудника обследуют в течение недели, оценивают риски развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как гипертония, ишемия, сахарный диабет и других. К слову, сотрудники такому формату диагностики рады. Очень удобно, не отрываемся практически от работы. Обследование доставляет нам удовольствие, как бы то, что все врачи рядом, не надо никуда бежать, не сидеть в очередях. Чтобы надо пойти в поликлинику записаться, а здесь приехали, назначили время и сделали флюорографию. Пока таких социально ответственных работодателей в крае немного, но их число постепенно растет. Здесь попадание интересов и органов власти, государства и тех, кто на сегодняшний день предоставляет рабочие места для жителей Алтайского края и конфета города Барнаул. Хотелось бы, чтобы эта инициатива была поддержана другими работодателями. Конечно, хотелось бы, чтобы это было нормой для наших граждан. После обследования каждый работник получает заключение и рекомендации, а работодатель – паспорт здоровья сотрудника. Это дает возможность не только своевременно пройти лечение, но и принять правильные управленческие решения по сохранению кадрового потенциала. София Иценко, Вадим Быстревский. День с толком. Задыхаются от пыли и нефтепродуктов. Многострадальные дети, сироты из села Алтайское мало того, что отстаивают право на нормальное жилье, так еще и борются с фермером, который, по их словам, украл у них часть придомовой территории. Тут бензовозы приезжают, уголь все время выгружают, и все это летит в квартиры. По словам жителей, фермер забрал у них больше половины земли и развернул на ней промышленную зону. В прошлом году по жалобе жильцов на место выезжала администрация села. Она обнаружила нарушение по земельным границам, фермеру выписали штраф в размере 10 тысяч рублей. Рекомендации даны о том, что он должен был уточнить границы своего земельного участка. И поставлены сроки, Росреестр установил сроки. Видимо, если еще до сих пор не... А может быть, он уже и изменил границы. Ему приезжали, говорили, что ты должен уменьшить свою территорию, это было еще осенью. Ну, как сегодняшний день выясняет, он ничего не убрал. В администрации Алтайского района предлагают жителям обратиться в Росреестр, чтобы найти управу на фермера. Памятные мероприятия, посвященные годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, прошли сегодня по всему краю. Техногенная катастрофа в свое время стала самой масштабной, как по числу жертв, так и по количеству задействованных в ней ликвидаторов. 2,5 тысячи жителей края приняли участие в ликвидации аварии. В Иоанно-Богословском храме Барнаула сегодня состоялась панихида по погибшему от радиационных катастроф и аварий. А на Аллее памяти и славы прошел митинг, посвященный 36-й годовщине с момента аварии. Здесь собрались и те, чьи воспоминания о трагических событиях до сих пор свежи в памяти. Примите слова искренней благодарности за тот подвиг, который вы совершили в свое время, за вот эту память, которую вы храните. Желаем добра, здоровья, счастья тем, кто жив до сих пор, тот, кто каждый год приходит сюда, чтобы почтить память, встретиться с друзьями. Кстати, большинство из тех, кто участвовал в ликвидации катастрофы из-за радиационного воздействия, остались инвалидами. Собравшиеся на Аллее почтили память жертв аварии минутой молчания и возложили цветы к мемориальному камню. Белокуриха – горная перспективная площадка для туризма. Такое заключение сделали специалисты российского Минстроя и корпорации «Туризм РФ», которые приехали на Алтай. По их словам, учитывая, что Белокуриха загружена практически на 90%, очень важно развивать новый курорт. Подробности далее. В основном развитие сейчас получила Альпийская деревня, как самая легкодоступная она была. И здесь предполагается низкоэтажное строительство. Московских гостей познакомили с ходом работ на площадке Белокуриха-Горная. Соглашение о сотрудничестве между правительством края и корпорацией «Туризм РФ» было подписано в ноябре прошлого года. Руководство корпорации уверено, что в новом туркластере можно развить так называемый «бальнеологический курорт» с использованием целительных сил воды до 2000 номеров в дальнейшем с перспективой роста. Мы приезжаем посмотреть на эту площадку. После этого мы приступим к следующему этапу – это мастер-планирование данной территории. Мастер-план территорию захватывать будет в себя как финансовую часть, интересную для инвестора, так и градостроительную. Курорт планируют построить в едином стиле – с зоной гостеприимства. Секачев уверен, что уже в 25-26 годах в Белокурихе-Горной появятся туристы, которые будут поправлять здесь свое здоровье. Напомним, новый курорт развивается за счет государственно-частного партнерства. Его суть в том, что за бюджетные средства строят инженерную и транспортную инфраструктуру, а частники вкладывают инвестиции в создание непосредственно туристических объектов. Все взятые на себя обязательства правительство Алтайского края выполняет. В площадке построены магистральные сети, все необходимые. В настоящее время за счет средств краевого бюджета ведется строительство внутриплощадочных сетей, сетей водоснабжения в частности. За счет федеральных средств в конце года планируют завершить вторую внутриплощадочную дорогу до горы Глухариное. Первую домишиной построили еще в прошлом году. В рамках совещания было отмечено, что власти региона заинтересованы в дальнейшем развитии туризма, в том числе на площадке Белокуриха-Горная. В ближайшее время с московскими гостями планирует встретиться губернатор Виктор Томенко. Татьяна Голубева, Денис Толком. Встречи школьников с известными людьми станут частью образовательного процесса. Также учащиеся будут планово посещать спектакли и концерты. Все это по проекту «Культура для школьников». Накануне его презентовали в Театре кукол «Сказка». Анара Шагирова продолжит тему. Новый проект для школьников. Теперь их культпоходы в музеи, театры и на творческие вечера будут проходить не от случая к случаю, как это было раньше, а регулярно по специально разработанному плану. «Культура для школьников» – это знакомство с лучшими произведениями литературы, архитектуры, музыки, кинематографа и народного творчества. У каждого из направлений будет куратор, профессионал своего дела. По театральному искусству куратором направления станет заслуженная артистка России Виктория Ганцева. По литературному направлению мы определились, поскольку это все-таки работа со школьниками, что это будет директор детской библиотеки Людмила Санкина. По народной культуре мы определились, что это будет музейщик, и это будет заведующая отделом традиционной народной культуры художественного музея, то есть человек с глубоким научным погружением, Татьяна Парабцова. Музыкальное искусство будет сопровождать Светлана Ивановна Прокофьева, директора музыкального колледжа Дмитрия Петренко в направлении все, что связано с художником и изобразительным искусством. Кураторы будут отвечать за содержание направления. В целом же культура для школьников включит в себя три блока. Культпоход, когда ученики смогут выезжать в учреждения. Культурный клуб – это встреча с известными людьми края и страны, а также цифровая культура. Знакомство с произведениями искусства на сайтах и порталах, прямо не выходя из дома. Проект межведомственный. Накануне региональный Минкульт и Миноборнауки подписали соглашение о взаимодействии. В образовательном ведомстве уверены, культура для школьников пойдет на пользу учащимся. У сельских школьников, так же, как и у школьников города, городов вообще, сегодня есть все условия, потому что сегодня у нас цифровизация дошла даже до самых маленьких населенных пунктов Латайского края. У нас есть высокоскоростной интернет-школа. У нас сегодня практически все школы оснащены интерактивным оборудованием, поэтому у каждого ребенка сегодня есть возможность посетить цифровые ресурсы, которые предлагаются в рамках этого проекта. Каким будет проект на практике, еще предстоит узнать. Очевидно, что он поспособствует повышению эрудиции школьников. Но не исключено, что нагрузка на плечи педагога и без того немалая возрастет. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаульская рок-группа с европейским названием «Третий Рим» в этом году отмечает двойной юбилей. 20 лет с момента создания и 5 лет с выхода первого альбома «Небо». За это время несколько раз менялся состав коллектива, но посыл в песнях остался прежним. О творчестве и дальнейших планах группы в сюжете Софии Яценко. Первая песня называется «Герой». Виртуозно и шумно. Послушать песни рок-группы «Третий Рим» пришли барнаульские ценители «Альтернативы» и «Металлики». Лидер группы – Василий. Он же автор синглов, в том числе хитов «Диссонанс», «Герои», «Поэты не умирают». Еще в студенческие годы музыкант решил посвятить себя року, начав писать о жизни. О каких-то насущных вещах, которые, в общем-то, наверное, интересны каждому человеку. Не о чем-то таком абстрактном, а о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Это несправедливость, это какое-то социальное неравенство, это идеи, наоборот, справедливости, мира и добра. В таком составе группа выступает уже больше года. За это время успели друг к другу привыкнуть и даже выпустить новые песни. Нас случайным образом познакомили на репетициях одной, так скажем, своеобразной группы. И Василий позвал меня к себе в команду. Да, да, понравилось. В эту группу я попала случайно. Ребята искали вокалистку. И так получилось, что они решили поэкспериментировать и вышли на меня. Им понравился мой вокал, понравился мой стиль. И поэтому я здесь, я уже три года пою. Затворческий путь было всякое. Музыканты вспоминают казусы на выступлениях с улыбкой. Были ситуации, когда тарелка там тоже начинает раз, там большая тарелка райтовская, раз начинает заваливаться или переворачиваться. То есть недостаточно было затянуто или просто от игры такая ситуация. Ну то есть это как бы мелочь, но вот такие интересные были ситуации. Но тем не менее надо продолжать играть. Самой молодой участнице рок-группы всего 17. Но по словам Леониды, разница в возрасте практически не ощущается. А вся рокерская пятерка называет себя сплоченный кулак. Конечно, бывают некоторые ссоры и все подобное. Но это надо, чтобы решить некоторые проблемы, прийти к правильному выводу. Вот. Ну то есть как в жизни бывает, так тут и в группе. Сейчас команда приступила к записи нового альбома, который, уверены музыканты, порадует не только барнаульскую публику, но и всех тех, кто за эти годы стал фанатами громких песен со смыслом. София Ценко, Вадим Быстревский, День с толком. Сразу два фейерверка ждут жители Бурнаула на майские праздники. Один первого, второй девятого. Такое произойдет впервые в истории города. Да и в целом, 1 мая отметят более грандиозно, чем обычно. День Победы спустя два года пандемии тоже обещает быть масштабным. Татьяна Голубева с подробностями. Набережная Молотобольская, парк центрального района. Основные площадки празднования 1 мая. Впервые в этот день барнаульцев ждет фейерверк. Звание «Город трудовой доблести» обязывает. Залпы начнутся в 22 часа с баржи на Абим. Второй девятимайский также в 22 часа будет еще более масштабным. Он будет чуть дольше, это порядка 8 минут. И постараемся сделать его более насыщенным, более эффектным. Оба фейерверка обойдутся в 800 тысяч рублей. Впервые спустя два года пандемии, после прохождения по площади советов войск барнаульского гарнизона, в 10.40 начнется шествие бессмертного полка. По двум сторонам проспекта Ленина. С часа дня на Сахарова концертная программа. Сборную сцену установят, что называется, лицом к улице Молодежной. Развлекать барнаульцев будут 1200 человек из разных городских коллективов. Кстати, отмечать 9 мая начнут заранее. 7 числа в Бельмесево откроют стеллу погибшим в Великой Отечественной. 6-го в барнаульских дворах планируют концерты для ветеранов. Все дни на мемориале славы будет гореть огонь. Из-за технических проблем его периодически отключают. Установка с ожиженным газом, который оборудовали в 1975 году, скоро будет реконструировано. Готовится проект подведения туда, на мемориал славы уже магистрального природного газа. Я думаю, что уже к следующему году, 9 мая, мы эту задачу выполним. И там будет постоянно гореть вечный огонь. Ну и самое главное, поздравлять ветеранов Великой Отечественной тоже начнут заблаговременно. Тех, кто захочет и сможет, доставят на праздник на площадь Советов. К слову, сейчас в Барнауле осталось 66 ветеранов. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова